Не ходите, дети, по кладбищу гулять. Дело было летом 2011 года. Наша бравая компания решила отметить приезд одного нашего знакомого, а поэтому спиртного было выпито немало. В общем, почти все были в состоянии вдрободан. Ясное дело нас, храбрецов, потянуло на приключения. Разговор у нас как раз зашел про знаменательные места нашего города. И один парнишка вспомнил про старое кладбище, где уже давно никого не хоронят, да и вообще вид у него неважный. Памятники разбиты, ограды порушены, кое-где даже были раскопаны и могилы. Кого-то выкапывали и переселяли на другое кладбище, а закопать могилу, видимо, был олень. А посреди кладбища был старинный склеп, который все время притягивал к себе любителей пощекотать нервишки, таких как мы, например. Дождавшись ночи, мы отправились на кладбище, без фонариков, ибо с фонариками только трусы ходят, а было нас пять человек, включая приезжего паренька. Главные ворота были закрыты, поэтому нам пришлось лезть через забор. Когда перелезли, мы быстренько нашли одну небольшую тропинку, которая повела нас в центр кладбища, где, по идее, должен находиться склеп. По дороге мы то и дело осматривали памятники и плиты, освещая их слабым светом телефонов. И знаете, от этого уже становилось не по себе. Страшно было видеть надписи наподобие «Мой сыночек, мой младенчик, прощай, я люблю тебя и буду вечно хранить у себя в сердце». И снизу наполовину стертые слова о том, что ребенок не прожил и 30 дней. Или смотришь на старые могилы, которым уже почти 200 лет, и понимаешь, что про этих людей уже давно забыли. Мне даже представились печальные одинокие фигуры, сидящие на могильных плитах, которые ждут, когда к ним кто-то придет и принесет на могилу цветочек. В общем, идем мы мимо памятников, высматриваем все подряд, а впереди уже силуэт склепа маячит. Вокруг тишина, не слышно ни сверчков, никаких-то ночных птиц, даже наше дыхание было почти неслышным. Мы старались идти гуськом по тропинке, которую едва различали в свете луны, и были уже почти у цели пути. Вдруг раздался странный звук, как будто карканье, после чего мы услышали крик Антона, того самого приезжего парня. Поворачиваемся, его нет, пропал, исчез. Мы давай звать его, но Антон не откликался. Что делать-то? Пошли его искать. Обошли все могилы, прошли туда-сюда тропинку, но парня найти не могли. Тут Аленка вспомнила одну легенду про одинокого призрака. Когда-то давным-давно, когда это кладбище только строилось, здесь казнили одного мужчину, закопали заживо. Мужик тот был ненормальным, он прожил всю свою жизнь в одиночестве, и чтобы хоть как-то это компенсировать, он убил нескольких людей и сделал из них кукол. Таким образом, он создал себе семью и друзей, которые полностью его устраивали. Однако местные люди, напуганные его действиями, быстро нашли мужика и закопали заживо на кладбище. С тех пор его дух, который все так же страдает от одиночества, затаскивает любителей приключений к себе в могилу, чтобы ему было не так одиноко. Иногда этого призрака можно увидеть в виде небольшого, но очень яркого шарика света. Если уж совсем не повезет, то столкнешься с бородатым мужиком в старом тулупе, и тогда уж ты точно пропал. Нам стало совсем не по себе, так что же это получается? Антона забрал одинокий призрак, и сейчас Антошка лежит где-то глубоко под землей и слабо надеется на спасение, или, может быть, призрак его уже убил. Мы снова стали звать друга, снова стали бродить между могил, пытаясь его найти, но все наши усилия были тщетные. Аленка уже стала реветь, сидя на камне, парни нервно курили рядышком, а я решила еще раз все обойти, иду по тропинке обратно к выходу, осматриваюсь, освещая дорогу телефоном. Вдруг мобильный, показав низкий заряд батареи, отключился, оставив меня в кромешной темноте, хотя я точно помню, что телефон заряжала на полную. Мне стало страшно, ведь кроме того я сообразила, что слишком далеко отошла от ребят. Я их и не видела, и не слышала, да и вообще оказалась в каком-то странном месте, где мы не проходили. И в этот момент что-то схватило меня за ногу. Я замерла, и опустив глаза вниз, увидела грязную руку, торчащую из-под земли, которая начала ощупывать мою лодыжку. Я заорала и кинулась бежать, куда глаза глядят, моментально протрезвела. В голове стучало лишь одно, не попасться в руки одинокому призраку, иначе и меня потом не найдут. Я бежала, и наконец увидела то место, где я оставила ребят, но там никого не оказалось. Неужели призрак забрал и их? Я понеслась дальше, в другую сторону, где были главные ворота, только бы добежать. Я не разбирала пути, я спотыкалась о корне деревьев, перепрыгивала через могилы, но кое-что заставило меня остановиться и застыть в ужасе. Прямо передо мной маячил небольшой светящийся шарик. Он был настолько ярким, что слепил глаза, его передвижение было несколько хаотичным. Он то быстро поднимался вверх, то опускался вниз, словно что-то искал. И, наконец, найдя меня, он остановился, и через пару секунд стал медленно приближаться ко мне. Я заорала громче прежнего и кинулась бежать обратно. В эту секунду передо мной появилось мужское лицо с грозно сдвинутыми бровями, длинно-черной бородой и мутными глазами. «Все, я пропала!» подумалось мне тогда. В моей голове все зашумело, а в глазах появилась темная пелена. Я медленно сползла на землю. Последнее, что я запомнила, это громкий хохот. Очнулась я от того, что к моему носу поднесли на шатырь. Я открыла глаза и увидела своих друзей, которые все были живы и здоровы. Только вот Антон был по уши в грязи. Лежала я на диване в какой-то небольшой комнатке. Рядом со мной на плите кипел чайник, а от пирога на столе шел приятный малиновый аромат. На стуле у двери сидел мужчина в потрепанной куртке. Его лицо я тут же узнала. Это же тот самый призрак с бородой и суровым взглядом. Но сейчас он хохотал, хлопая себя по ноге. Ну что, проснулась наконец. Это ж надо было тебя так напугать. Сквозь смех сказал он. Ребята, наперебой, давай мне рассказывать все, что произошло. Оказывается, что Антона никакой одинокий призрак не забирал. Просто ему захотелось в туалет, и в поисках укромного местечка он свалился в одну из недавно вырытых могил. А так как он был в хлам пьяным, он там же в могиле и отрубился. А когда проснулся спустя полчаса, а мы его все это время искали, понял, что он спит не там, где положено, и попытался выбраться. У него этого не получилось. Когда увидел меня, то схватил за ногу, чтобы привлечь мое внимание, а я улетела оттуда, как торпеда. Пока я бегала, к ребятам подошел сторож этого кладбища, поругал их, и пошел вместе с ними искать Антона и меня. И это как раз Аленка светила мне фонариком в глаза, свет которого я приняла за призрака. В этот момент ко мне сзади подошел сторож, хотел было окликнуть, а я, накрутившая себе кино, совсем перепугалась и хлопнулась в обморок. Сторож хохотал надо мной еще очень долго, а мы в дальнейшем на кладбище приходили только днем, и пить я бросаю, ибо хватит с меня таких приключений. И вот, кстати, для заметки добавлю кое-что, дабы в дальнейшем не возникало вопросов. Мне часто задавали вопрос, мол, какого черта на заброшенном кладбище есть сторож? Поясняю, наше кладбище в каком-то смысле является достопримечательностью. Здесь есть немало могил, которые исторически важны для нашего города, но также и вандалов у нас хватает, поэтому на нашем кладбище есть сторож. Многие также спрашивают, откуда-то Аленка взяла фонарик, которым она светила в глаза. Тут тоже все просто и понятно. У сторожа фонарик одолжила. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok